Всем огромный-огромный привет! Вы на канале Мисс Карина Зав, Мир глазами женщины. Меня зовут Карина, я автор этого канала. Всем добро пожаловать, кто сейчас присоединился и кто давно уже меня смотрит. Закончился месяц январь. А что это значит? А это значит, что пора вам рассказать о том, что у меня закончилось в январе месяце, то есть о пустых баночках. Да-да, именно о них. И кому интересна такая тематика, и именно мой отзыв на то, что у меня заканчивается каждый месяц, то, пожалуйста, присоединяйтесь, давайте проведем время вместе. Я расскажу вам о том, что у меня закончилось, что стоит покупать, а на что вообще не стоит обращать внимание. Ну, а вы себе намотаете на ус что-то новое и полезное для вас, и, возможно, откроете для себя что-то доселе неизвестное, даже в таких, кажется, банальных вещах, как пустые баночки, закончившиеся продукты. Закончились упаковочки с влажными салфетками. На этот раз две упаковки детские влажные салфетки 60 штук, которые я беру периодически в пятерочке, 39 рублей за 60 штук. Это вообще цена, фу, можно сказать. Поэтому мне нравятся их качества, и каждый раз я их высматриваю, нет ли их по акции. Ну, и эконом в смарт-салфетке для всей семьи. Здесь 70 штук, но и стоят они, конечно, подороже, но учитывая стоимость всех остальных салфеток в магазинах, в магните, купить вот такую вот упаковочку влажных салфеток тоже очень выгодно получается. По уходу за домом у меня закончилось средство для пола. Мистер Пропер, как у меня муж его называет, ага, опять лысиком моешь полы. Вы знаете, это одно из тех средств, которые действительно выручают, когда не нужно смывание. Когда вам просто стоит протереть линолеум одной водой, и не надо наливать дополнительное ведро воды, чтобы потом еще раз протереть. начисто, чтобы не оставалось разводов, каких-то пятен. Мне очень нравится, запах очень приятный. Жаль, конечно, что он держится не очень долго, но все равно полы отмывают прекрасно. Я думаю, что про запас нужно где-то высмотреть еще один такой бутылек. И для мытья посуды у меня закончилось вот такое вот средство, но могу вам сказать, что здесь был далеко не синержатик, а здесь было ферри. Но так как я каждый раз переливала вот в эту вот бутылку, так как она с дозатором, поэтому буду рекламировать средство для мытья посуды, конечно, ферри. В последний раз мне попалось хорошее средство. Я думаю, что его стали, простите за такое немножко пошловатое, может быть, сравнение, но мне кажется, его стали бодяжить. Потому что раз на раз не приходится, и бывает бутылка ферри очень даже себе прекрасная, а бывает бутылку покупаешь, что мыть посуду совершенно невозможно, вода водой. Но сейчас я поставила очередное средство вот от Синержетик, у меня вот в такой бутылочке с дозатором, поэтому вот эту уже изрядно потасканную можно выбросить. Давайте немножко затронем тему стирки. Я все-таки добила. Слово такое немножко уже прилипшее к языку блогеров, когда мы говорим, что добила, это значит, израсходовала до конца. Вот такой вот пакет стирального порошка «Ушастый нянь» для детского белья. Помните, как-то я вам говорила, что приобрела вот этот порошок в последний раз для детского белья, и он мне совершенно не понравился. Нужно было запускать дополнительное полоскание. Он не выполаскивался с первого раза. И даже постирав, помнится, вот в таком порошке свой шарф светлый, я потом надела этот шарф на пальто и понимаю, думаю, что это такое. Я говорю, перхоть что ли на пальто сыпется. Оказалось, что от этого шарфа вот эти крупинки отлетали, потому что он не выполоскался. Но в последний раз, в последний месяц уходящего года я как-то не позаботилась, не купила дополнительный пакет стирального порошка для цветного белья. Ну и подумала, ладно, надо все-таки доизрасходовать. Стоит прям вот мертвым грузом. Я просто-напросто запускала еще раз дополнительные полоскания. Дополнительный режим полоскания, чтобы лишний раз не рисковать и не думать, осталось у меня там на одежде что-то или не осталось. Кондиционер закончился на этот раз вернель. Несмотря на то, что он детский, я в очередной раз, не знаю, в сотый или какой уже, но все-таки повторю, что я не разделяю для себя кондиционеров, детский, не детский, просто по выгодной цене, покупая в том или ином магазине то, что попадается мне на глаза. Вернель я использую довольно-таки часто, он меня во всем устраивает. И если при очередном процессе стирки вы не хотите, чтобы ваше белье благоухало каким-то парфюмированным ароматом, то я вам советую, берите вернель детский и не прогадайте. И закончилось вот такое саше, это Ванниш Голд для удаления пятен, для отбеливания. Я использую вот такие пятновыводители и отбеливатели. Если где-то какие-то пятна на одежде, не совсем уж прям, знаете, такие ядреные, и когда замачиваю кухонные полотенца, я думаю, что рецепт уже многим известен, кому неизвестен, я, конечно же, повторю, это горячая-горячая вода, какая только возможна, ну, которая из крана у вас течет. Это стиральный порошок, можно даже для автомата. Это пятновыводитель, либо любой другой отбеливатель. Я чаще всего использовала БОС, знаете, в такой голубой коробочке. И подсолнечное масло. Все это в тазик закладываете, заливаете, и оно у вас стоит ночь, а потом вы можете просто на режиме деликатной стирки простирнуть это все в стиральной машине. Ну, так как БОС я не покупала, вот у меня были вот такие вот саше с Ваннишем. И, кстати, вот такие вот сашетки, они выводят гораздо-таки эффективнее пятна, чем если бы вы покупали Ванниш в бутыльке, жидкий вариант, я имею в виду. У меня закончился гель для душа, вот такой вот от Невея крем-кокос. Это действительно кремовый гель для душа, потому что, несмотря на то, что за окном у нас еще какой-то нет лютой зимы и каких-то крепчайших морозов, все-таки кожа сохнет, и даже когда мы надеваем и брюки, надеваем джинсы, я понимаю, что и на ногах у меня возникают какие-то шелушения. Поэтому я решила, что все-таки на такой период стоит именно пользоваться вот такими вот кремовыми гелями для душа, лишний раз подстраховаться и не издеваться над своей кожей. У мужа закончился очередной флакон дезодоранта от Деоники. Вот такой вот Max Protection 5 в 1. Я хочу обратить ваше внимание, что именно вот такой 5 в 1, потому что они бывают в разных вариантах, разных серий, но вот такой вот флакон мы берем уже не в первый раз. И он полюбил этот дезодорант гораздо больше, чем дезодорант от марки Гарнье, который до вот этого дезодоранта был у нас в фаворитах. Ну, не у нас, а точнее у мужа. Ну, конечно, стоит затронуть тему расходного материала, куда без этого. У меня закончилась вот такая вот упаковочка ватных палочек от Aura 200 штук. И от Паппи уже, наверное, оскомину вам набила вот такие ватные диски. Я в пятерочке все время беру вот 120 штук вот такую вот упаковку. Вполне себе прекрасные диски, не распадаются. И из всех дисков, которые я вижу в пятерочке в магните, вот они идут самые бюджетные. Ну, вот несмотря на бюджетную цену, прекрасно себе работают. Я еще, помнится, в прошлом году забыла вам рассказать, и лежит она у меня так культурненько, упаковочка от тканевой маски. Питательная тканевая маска для лица с маслом ши. Я не скажу, что она гениальная. Я не скажу, что она идеальная. Я не скажу, что это та маска, за которой стоит охотиться. Но на крайний случай, если стоит воспользоваться и привести свое лицо в порядок, придать ему тонус, то я думаю, что и такая вот маска из магнит-косметик. Думаю, что и такая маска вполне себе сгодится. Полосочка для носа. Наконец-таки я приобрела себе упаковку, чтобы каждый раз не забывать и чистить поры на своем носу. И другим советую, даже если у вас нет черных точек, все равно позаботьтесь о том, чтобы кожа у вас не загрязнялась и поры не забивались. Грязью вот такими полосочками можно почистить не только черные точки, а и грязь, которая попадает в ваши поры. Особенно для тех, говорю, у кого такие же расширенные поры, как у меня на лице. Выбрасываю эфирное масло лаванды. И оно годно 3 года, срок годности. Срок годности у этого масла 3 года, но оно произведено в 2016 году. И не знаю, что оно у меня стоит, уже куда-то его использовать мне очень хочется. Хотя иногда возникает сразу так мысль, а что может произойти с эфирным маслом по истечении вот этих вот лет. Но, тем не менее, я не знаю, для какой-то нужды, собственно, я его, наверное, покупала когда-то. Но уже сейчас и не вспомню. А само по себе масло лаванды, да и вообще лаванду, я не очень-то как-то приветствую. И вообще в парфюмерных отдушках и в парфюмерных композициях все-таки лаванда для меня тяжеловата. И я не знаю, зачем у меня стоит на полочке. Наверное, пора от него избавиться. У меня закончилась зубная нить от Oral-B. Вот такая вот упаковочка. Я каждый раз стараюсь ей пользоваться, потому что... Прошу прощения за такую подробность, но, возможно, может быть, кому-то я помогу тем самым. У меня между двух зубов такое своеобразное пространство, где каждый раз как-то забивается пища, особенно если ешь мясо или что-то такое вот волокнистое. И если это все не вычистить зубной нитью, то бывают, да, какие-то начинают боли, поднывания. Я обращалась к стоматологу, и врач сказал, что никаких дырок, никакого кариеса я там не вижу. Но вот это межзубное своеобразное пространство, да, оно требует именно вот такого вот ухода за собой. Поэтому каждый раз зубная нить у меня всегда с собой. Да, собственно, и для передних зубов, когда вы что-то, например, покушали, действительно, какое-то волокнистое из еды, я думаю, что не помешает, а здесь уже зубные палочки, как говорится, не справятся. Я думаю, что зубная нить как раз будет самое то, чтобы помочь вам в этом. Для ногтей у меня уже крайне подострепались две апельсиновых палочки. Я каждый раз ими пользуюсь, особенно, я думаю, что они пригодятся для тех, кто сам дома делает маникюр, маникюр декоративным лаком, где-то что-то подправить, где-то что-то лишнее капнули на ноготь, поэтому вот они уже крайне подострепались, особенно вот этот вот край, который идет широкой лопаточкой. Я каждый раз делаю днеобрезной маникюр, отодвигаю кутикулу, и он уже тут начал весь подострепываться, поэтому надо тоже от них избавиться. Два бутылька на исходе, это хлоргексидин, перекись водорода, тоже крайне нужные вещи в доме, я считаю. Ну и последний из уходовых средств, что у меня закончилось, о чем вам хочу рассказать, это вот такие вот бритвы женские, я их покупала вот в такой упаковочке, их было три штуки. Третью бритву еще использую, а вот от этих уже избавляюсь, и знаете, меня как-то даже спрашивали, расскажи, как они вообще вот хороши на использовании, стоит ли такие брать. Вы знаете, вот это вот Винус 3 в упаковочке женские я брала в Магнит Косметик, и крайне хорошая цена на них была, потому что, учитывая, что в упаковке три штуки, но могу вам сказать, что используются они, конечно же, гораздо быстрее приходят в негодность, чем Винус, который отдельный станочек, на который мы покупаем отдельные картриджи. Вот тут у меня уже как-то вот после двух-трех использований все, можно выбрасывать, и даже не пытаться уродовать свою кожу. Мне не очень понравились, я, наверное, больше такие брать не буду. Я не хочу зарекаться о том, что я не буду больше вот такие вот станочки брать вообще, возможно, какой-то другой вариант я попробую, но вот именно вот такие вот мне не совсем понравились, я не буду их вам советовать. Вот это все, что у меня закончилось из уходовых средств за собой и за домом за январь месяц, но я вам хочу сказать, что на этот раз в январе, вот почти уже в конце января, я разобралась на своем туалетном столике и посмотрела все то, что я не использую, все то, что имеет уже закончившийся срок годности, и я понимаю, что нанося с таким сроком годности на лицо, например, тени. Понимаю, что у меня как-то уже начинают щипать глаза, значит, уже как-то воздействие идет нехорошее. И разобрав все это, у меня набралось хороший такой пакет с теми средствами декоративными, которые я хочу просто выбросить в мусорку, которые мне не нужны, которые я не буду использовать, которые... на которые у меня уже и глаза не смотрят, в общем, хочу этим сказать, хочу я этим сказать, что у меня выйдет еще вторая часть пустых баночек с декоративной косметикой, поэтому для тех, кому интересно, вот я делаю такой анонс именно в этой части, что декоративную косметику на выброс я сниму чуть-чуть попозже, и она обязательно выйдет на моем канале. Поэтому до новых встреч, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы все-таки получить оповещение о выходе нового видео, поставьте лайк этому видео, если все-таки оно вам понравилось, оно было для вас чем-то полезным и нужным, и, конечно же, подпишитесь, если вы до сих пор еще не подписаны на мой канал, чтобы чаще с вами встречаться, чтобы не пропускать все то, что выходит на моем канале. Я с вами прощаюсь, до новых встреч, всем вам удачи, и пусть ваша жизнь будет легкой, как перышко. Пока-пока!